У нас вспоминание, это акция. Которую не нужно выдомнять. Которую находится в одной другой классе. За это у нас есть постановление поправиться. То есть, мероприятие, то, что человек, который проводит в этом месте, не нуждательный выдомбой. То есть, они приходят, люди любят, но до ста человек. Нас? Торгизует день памяти. Вот у нас убили, это у нас сопредседателя. И мы упоминаем его. Немцов был председателем этой партии. Его три года назад убили наемные убийцы. Вы что, не знали? Я подошел от председателя. Нет, сегодня Немцов был. Пятнадцать месяцев. И сейчас каждый год во всех городах в это время проводятся такие мероприятия. День, где шесть. В Москве будет большое шесть. А у нас вот такой пикет. Ну и мы собрались, как пень памяти. Как раньше Ленин. Когда мы посторонворялись, то мы собирались. А по времени там не регламентируются. Ну час, час, полтора. Мы за двух часов. То есть в этом месте по закону не уведомление надо. Если на другое место какое-то, нужно давать уведомление. Согласование с администрацией. Городской. Так что здесь все нормально. Сотрудники полиции беседуют с человеком, который является организатором данной акции. Я не знаю, чем все это закончится. У вас можно будет задержание. У вас можно административное наказание. Будем следить. Я знаю, что мы поделили нашу литературу Голодушеву подавать. Как все реаннования не советской педагоги? Да, но в то время никакой педагоги не надо. Просто массово, мы полиция как бы это не препятствовала. Мы чтобы не конфликт не создавали. А фактически там каждый день были шествия. Ну они прикрывали. Я знаю, я же тоже участвовал. Там здесь перекрыли, сюда не ходили, туда ходили. Потом, когда Навальный ходил на площадь, когда огромное количество людей. Сотрудник полиции беседует с Михаилом Далиевым. Это сопредседатель партии Парнас. Мы пришли поддержать его при проведении данной акции. В день памяти Бориса Немцова, которого убили три года назад по приказу Путина. Сейчас сотрудник полиции задает ему какие-то вопросы и списывает его данные. Возможно, что его будут вызывать впоследствии в отдел полиции для дачи каких-то пояснений. Возможно, они будут искать какие-то нарушения в его действиях и будут привлекать к ответственности на свидание. Говорят, до свидания, но это все, так сказать, не по-настоящему. Миш, скажи, пожалуйста, о чем тебя спрашивали и будут ли возможны последствия этой акции для тебя, как для организатора? Ну, спросили меня, короче, о том, что, ну, как называется наша организация? Так. Ну, я говорю, Партия народа, Свобода, Парнас. И спросили, как меня зовут, записали адрес нашего офиса и записали, значит, адрес. В общем, паспортные данные, наверное. Паспортные данные не так все знают. Я считаю, это просто троллинг, что они не знают, кто здесь подает. Чем все это может грозить? Грозить? Ну, штраф могут наложить запросто, по беспределу. Все, у нас мало прецедентов в России, где за акцию в гайд-парке штрафовали людей. То есть, в том месте, в котором разрешено по закону, они могут все равно привлечь, могут вызвать тебя и составить административный протокол и так далее, да? Ты не исключаешь этого? Да, все зависит от уровня беспредела их самих вот этих вот людей. Сотрудников полиции. Да, сотрудников. А беспредел, как мы понимаем, в настоящей России он зашкаливает? Да, зашкаливает, переполняет просто. Понятно. То есть, как бы, акция, несмотря на то, что она в данном месте, не согласуется с властями, ты не исключаешь, что может быть какие-то последствия? Да, и дело в том, что нас ведь не обязательно за саму акцию могут, юридически могут нас оштрафовать за другое, за неправильный переход улицы, кто-нибудь там перебежит не там, кто-нибудь закурит в общественном месте, но на этой акции тоже могут оштрафовать. Или могут оштрафовать за участие в другом мероприятии, которое тоже было незаконным. Чтобы поверили, узнали. Могут, наверное, оштрафовать за неповиновение сотрудников полиции, например, который потребовал дать свой паспорт и так далее, да? Да. Для восстановления личности. Могут и за это. Опять же, на законной акции. А потом мы же можем вспомнить прецедент, который в Вастахе мы проходили, да? Когда, помните, полковник Васин, чем отличался, он оштрафовал за одиночные пикеты, которые тоже согласовывать не нужно было бы. Он отличался вот рвением. Привлекать к ответственности людей. Ну, ясно. Ну, ладно, мы будем надеяться, что все будет хорошо, что никого не оштрафуют, никого не будет привлекать к ответственности. Будем надеяться на лучшее. Спасибо, Миша. Ну, вот я взял сейчас коротенькое интервью Михаила Далиева, организатора данной акции, сопредседателя регионального отделения политической партии Парнас в Астраханской области. Все, спасибо.